Краснодарский комитет Краснодарский край. Тбилисская районная больница. 11 июня 2015 года. Хирург Павел Русских проводит экстренную операцию. Борьба за жизнь пациента идет в пятый час. На столе 34-летний Александр Бодраков. У него тяжелая черепно-мозговая травма, внутрибрюшное кровотечение и множественные переломы. Пациент находится на искусственной вентиляции легких. Несмотря даже на все наши усилия, зачастую эти пациенты умирают, потому что травмы несовместимы с жизнью. Мать Александра молится и ждет чуда. Очень тяжело. Постоянные мысли. Все за него думала, думала. Как могло такое случиться именно с нами? Жизнь Александра легкой не назовешь. Несколько лет назад от него ушла жена. Воспитывать 14-летнюю дочь Нину, отцу-одиночке, помогали родители-пенсионеры. Папа замещает маму. Ну, он не строгий абсолютно. Ну, поругает иногда, конечно. Он добрый. Мы шутим с ним иногда. Чтобы прокормить семью, Александру приходилось пропадать на работе сутками. Он на все руки мастер. Плотник-столер, арматурщик, плиточник. Единственная вредная привычка, она же единственное по-настоящему любимое развлечение – езда за рулем на высокой скорости. Я бы не сказал, что я шумахер такой. Ну, люблю, конечно, погонять. Раз 12 лет за рулем езжу. Хобби – это мои машины. Я их люблю больше, чем женщин. Да, они всегда в идеале. Чистенькие, аккуратненькие. В тот злополучный день у Александра был выходной. Он помог родителям по хозяйству, помыл машину и поехал в гости к друзьям в соседнюю станицу – в Белийскую. Мы хожу, он в окошко говорит, мать, я сейчас поеду, говорит, и приеду. Вот как он поехал, и все. Авария произошла на трассе. Александр не справился с управлением. Автомобиль вылетел в поле и перевернулся несколько раз. Врачи скорой помощи нашли водителя в нескольких метрах от машины. Мужчина был весь в крови и без сознания. Сердце слабо, но все еще билось. О том, что с сыном произошло несчастье, Нине Васильевна рано утром сообщила подруга по телефону. Я проснулась от того, что бабушка закричала дедушке, что что-то случилось. Но я не подумала, что это может случиться с папой. Там у них хозяйство было, я думала, что это такое. Я проснулась и спросила, что случилось с папой. Ну, вообще, что случилось. Бабушка сказала, что папа разбился. Тяжелого пациента привезли в районную Тбилисскую больницу. Александра здесь ждала бригада хирурга Павла Русских. Пациента подключили к искусственной вентиляции легких, сделали УЗИ брюшной полости и рентген. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга тяжелой степени. Закрытая травма брюшной полости, разрыв селезенки. Поверхностный разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение, перелом костей таза. Травматический шок в третьей стадии. Хирург Павел Русских действовал стремительно. Уходило самое ценное, так называемое «золотое время». На счету не то что минута, каждая секунда, иначе пациент умрет. Врач-анестезиолог ввел наркоз. Практически уже жизнь в нем погасла на момент поступления к нам. Это еще была не клиническая, конечно, смерть, но уже состояние близкое к тому. Александр потерял больше двух литров крови. Срочно понадобилась донорская плазма. Там была большая гемотрансфузия, поэтому мы в экстремном порядке посылали транспорт в соседние районы, чтобы там у них еще получить кровь для этого пациента. Врачи вскрыли брюшную полость. Она была заполнена сгустками крови. Стало видно, что разорвана селезенка. Еще повреждена печень и тонкая кишка. Пациент мог скончаться от внутреннего кровотечения в любой момент. Произвели лапаротомию, остановили внутрившное кровотечение. Путем удаления селезенки, ушивания разрывов печени, разрывов брюшейки, разрывов брюшины. И уже после этого приступили к фиксации таза. На сломанные кости наложили металлические конструкции аппарата Лизарова. Операция длилась пять часов и закончилась успешно. Родные в это время дежурили в коридоре больницы. Павел Русских сообщил Нине Васильевне, сын жив, но в крайне тяжелом состоянии. Дальше за здоровье Александра будут бороться врачи Краевой клинической больницы. Вертолет с инавиацией уже в пути. В Краевой больнице Александра лечили два с половиной месяца. Краснодарские медики сделали 13 операций. Удалили левую почку, часть тонкого кишечника и вывели стому. Пациент пришел в сознание, когда за окном уже заканчивалось лето. Не сразу понял, где находится. Очнулся уже, есть привязаны, завязаны, руки, ноги. Я увидел палату сразу. На ноге там растяжки, не растяжки, всякие трубки, железки. Я не видела его, я не знаю, что там. В реанимацию позвоним в Краснодар. Стабильно тяжелый все, больше никаких ответов оттуда не было. А я иной раз утром встаю, у меня вот сердце рвется на две часы. Нина Васильевна впервые увидела сына после аварии. Через полтора месяца. Это произошло 30 июля, день рождения Александра. И худой, и порезанный, весь в шлангах, везде. Здесь вот трубка стояла, вот такой на баллу. Тут в носу шланги какие-то. На голове там тоже непонятно что. На ноге тут тоже все это было. Как только состояние Александра стабилизировалось, краснодарские медики перевели его в больницу по месту жительства, в Тбилисскую. Врач Павел Русских вновь взялся за своего пациента. Здесь Александр пролежал месяц. За это время перенес еще одну операцию на кишечнике. Надежда Васильевна находилась возле сына круглые сутки. Он был в лежачьем положении, он не сидел, не ходил. Ну вот я его кормила, он не мог ни ложку держать, ничего. Я его кормила. Ну вот, меняла и памперсы, и одевала, и купала, и переодевала. Все я одевала сама. Через четыре месяца после аварии Александра выписали домой. Родные стены помогают реабилитации. Дома его привезли осенью, где-то в октябре. Я прихожу со школы, у меня папа дома лежит. Очень, конечно, радостно было. Первые месяцы, вспоминает Нина Васильевна, стали самыми тяжелыми. Сын замкнулся в себе и не хотел никого видеть. Я лежал самыми тяжестами. Там мать около меня рядом, покормит, попоет. Он очень часто плакал, очень часто. Подойдешь там вот сейчас, Саша, ну чего ты плачешь? Он так плечами пожмет. Не знаю, мам, вот плачет, и все. Плакали наравне с ним, сколько слез, сколько ночей, сонных. Нине Васильевне буквально силком пришлось вытаскивать сына из тяжелой депрессии. И учить ходить. Свой первый шаг Александр сделал на костылях. Ты даже с дивана не мог сам встать. Мне надо было ноги спустить, потом я уже мог только встать. А сейчас я уже встаю сам, хожу и ложусь. Нормально. Получасовая прогулка на свежем воздухе у Александра строго по расписанию. Каждый день. Нина Васильевна всегда рядом. Их первый выход на улицу после месяцев затворничества дался непросто. Я его еще боялась одного бросать. Я так вот и ходила сзади него, чтобы он не упал. Он просто смотрел, ему интересно. Все рассматривал. Дышал свежим воздухом. Без конца. Мам, я на лавочку, я на лавочку. Я говорю, ну иди, иди на лавочку. Хотелось. И сейчас вот дома его не удержишь. Много времени Александр проводит с дочерью. Вместе с Ниной заново проходит школьную программу за восьмой класс. Решают задачи и учат стихи. У него вот такая уверенность в этом, у него прям цель, чтобы он пошел ходить. Он, конечно, очень переживает насчет своей ноги, которая практически не работает. Но он пойдет, конечно, будет работать. Ему так хочется это делать. Впереди у Александра еще одна операция и месяц реабилитации. Он надеется, что через год вновь сядет за руль. Обещает, что теперь будет законопослушным водителем. Говорит, что авария научила ценить его каждое мгновение жизни. Конечно, мировоззрение поменялось на жизнь в лучшую сторону. Больше стал ценить жизнь, близких, родных. Тот, кто не бросил меня в трудную минуту, помогали как могли. Врачам, естественно, конечно, я благодарен всем. Сегодня Нина Васильевна сына вновь приехали в Тбилисскую больницу. Еще раз поблагодарить доктора, который спас ему жизнь, и с которым они теперь вместе борются за полное выздоровление. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Вот такое огромное огромное. Благодарность вам. Мы вас не забываем никогда. Мы вас никогда. Низкий вам поклон. Вообще никогда-никогда не забудем, пока наша жизнь будет жив. Пожалуйста, пожалуйста. Вам и вашей команде тоже. Всем-всем. Медсестрам, нянечкам. Всем большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...